259 хадисом Умар-либн-Хаттаб говорил о том, что я слышал, как пророк Солсом говорил «Манбана лилля гимашидан юзка-руфи» Тот, кто построит ради Аллаха мечеть, и в этом указание на что? На искренность при строительстве мечети, а не для того, чтобы люди говорили «О, какую мечеть построят!» Юзка-руфи, в которой упоминалось имя Аллаха, вот это тоже очень важный момент. Потому что в наше время очень важные условия. «Манбана лилля гимашидан юзка-руфи» Кто строит ради Аллаха мечеть, в которой поминается Аллах. То есть, барак Луфикум, в наше время ты посмотри, ты когда строишь мечеть? В этой мечети будет поминаться Аллах, то есть имеется в виду распространяться Куран и Сунна, или будут воевать там с Кураном и Сунной. Или там будут воевать с Кураном и Сунной. Поэтому в мечетях должно поминаться имя Всевышнего Аллаха, не только во время молитвы. Потому что юзка-руфи это что в настоящее время указывает на продолжительность. И лучшее поминание Всевышнего Аллаха, это что обучение Курану и Сунне пророка, салаллаху алейхи вассалям. Также указание на то, что на уроках в мечетях надо говорить о Куране и Сунне, а не разные истории рассказывать. Или говорит, Джумхур сказали так, Иджма сказали так, Абу Ханифа сказал так, Шафии сказал так. При этом не упоминая доводы Абу Ханифа, или доводы имама Шафии и других уляма. То есть тот, кто построит ради Аллаха мечеть, в которой будет упоминаться имя Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллаху субтитры построит ему дом в раю. 260-й хадис Анабидар Абузар Рады Аллангу рассказывал, Каль, Каль Расулла и Салсам, посланник Аллаху салсам говорил, Манбана лилляхи мажин, тот, кто построит ради Аллаха мечеть. Даже если эта мечеть будет маленькая, как гнездышко воробья, Баналлаху лягу байтан фельджанна Всевышний Аллах построит ему дом в раю. Указание на достоинство того, кто даже построит маленькую мечеть. Здесь правоксал самообразно привел пример. Понятное дело, что если человек построит такую мечеть, там невозможно нам осчитать. То есть даже просто к чему, это очень важный момент, некоторые братьям говорят, братья, давай вот тут мечеть построим, у него есть возможность. Говорят, да брат, чего мы тут мечеть построим, а на сколько там человек поместится? Да сколько бы не поместилось. То есть если нет возможности побольше построить, давай пока построим другую. Появится возможность, Иншалла и Талия можем расширить, тем более в наше время возможности, можно, как говорится, Баракалуфику. Из маленького места сделать огромное место. Вараку Луфикум. Точно так же очень важный момент. В многих мечетях братья противоречат сунны и уподобляются христианам. Строим мечети, строят очень-очень высокие потолки. И самый удивляющийся Вараку Луфикум, что объявляют потом сборы статуса. Братья, строим мечеть и так далее. Я всегда братьям говорю, Вараку Луфикум, вы перед тем, как отвечать на эти статусы, вы сходите и посмотрите, покажите проект этой мечети. То есть приходит мечеть 9-10 метров потолок. 9-10 метров потолок, это можно 3-3, еще 2 этажа в мечети построить. Правильно или нет? Зачем строить мечети ни по сунне пророка, салаллаху саиму? И что удивительно, 9 метров потолок, и на джума, субханаллах, больше половины молящихся молятся на улице. Больше половины, 60-70% молящихся молятся где? На улице. Почему? Потому что мы построили 9 метров потолок в мечети. При том, что сама мечеть, допустим, 20 на 20. Понимаете? 9 метров. Можно было еще 2 этажа спокойно построить, и все бы туда поместились. Так же барак лауфикум в хадисе Антальк при памятах, каля, банайтума арсуле ляй салусам мачджи дальмадина. Я строил вместе с пророком, салаллаху алейхи вассалям, мечеть Медине. Пока на Якуле он говорил, каддиму альямамия минаттын, фаиннагу мин ахсаникум лягу массан. Он говорил вот этого человека, который был из племени Баму Ямама, пусть он, то есть минаттын, пусть все, что все те работы, которые связаны с глиной, пусть выполняет он. Поистине он лучше всех умеет из вас пользоваться глиной. И в этом хадисе барак лауфикум выбор, указание на выбор для строительства мечети лучших строителей. И желательно, чтобы они тоже сами желали участвовать в строительстве этой мечети ради Аллаха. Если они будут желать сами, то в этой мечети с дозволением Аллаха будет барака, как это было в мечети пророка, салаллаху алейхи вассалям. Она когда строилась, была барака. Почему? Потому что все принимали участие в ней барак лауфикум и желали награды от Всевышнего Аллаха, субханна Аллахаля. Желали награды от Всевышнего Аллаха, и мы действительно видим уже 1400 лет, братья, и сколько пользы от этой мечети. Также барак лауфикум в следующие 262 хадис. Тальк ибн Али говорил, Однажды мы в составе шести человек вышли в виде делегации к пророку, или вышли делегации к посланнику Аллаху алейхи вассалям. Хамсатун мимбани ханифа, пятеро было из племени Бану ханифа. Вараджу мимбани Дубайа ибн Рабиа. И один человек был из племени Дубайа ибн Рабиа. Хатта кадим на Аля Расуле, ляй салаллаху алейхи вассалям, мы прибили к пророку саласам, фабаянагу, дали ему присягу, у саллайна маагу, посовершили с ним молитву, у ахбарнагу аннаби ардена биатанляна. И мы сообщили ему о том, что на нашей земле находится церковь. Потом попросили у пророка, салаллаху алейхи вассалям, чтобы он дал нам остатки воды, которая осталась после совершения им молитвы. Он приказал принести воду, совершил омовение, у амадмада сполоснул рот, потом эту воду, то есть остатки этой воды, налил нам в посуду. Затем сказал, отправляйтесь с этой водой. Когда вы прибудете в свое селение, то сломайте эту церковь, которая находится, потому что все жители уже приняли в этом селении ислам, то есть не было нужды в этой церкви. Разручьте эту церковь, просто в этом хадисе указано, что разручьте эту церковь. Что если, например, особенно вот сейчас часто практикуется в странах Европы, в Америке, когда христиане отдают свои церкви мусульманам. Если у вас есть возможность разрушить и построить по сунне мечеть, вот указание, сломайте, не сказал, превратите эту церковь. Да, ну можно превратить, но лучше бараку веком, потому что чаще всего церковь построена не по сунне, не направлена в сторону кибли, правильно или нет? То есть приходится потом ковры как-то криво сидеть и так далее. Или же вот высокие потолки, или же какие-то еще есть противоречия, которые тяжело. Может быть, там еще и могила есть, потому что основа, особенно у православных, в строительстве церквей, что они строят их на мощах, то есть умерших каких-то праведников, как они говорят, или же угодников и подобных им. Потом вы обрызгаете в этом месте этой водой. А мы знаем, что пророк Салсам в остатках его есть барака. И это только дано пророку, салаллаху салям. И постройте на этом месте мечеть. 263-й хазисан ибн Аббас, говорил о том, что пророк Салсам говорил, «Мне не было приказано строить мечети высокими». Вы обязательно будете украшать. Как приукрашались свои места поклонения иудеи и христиане. И в этом указание на то, что если кто-то хочет построить мечеть, опираясь на хадисы о достоинстве строительства мечети, как мы сегодня уже сказали, должен считаться с другими хадисами, в которых сказано о том, что запрещено при строительстве мечети. У нас баракулауфикум, как мы видим вот в этом хадисе, это что? «Ма умер туби тащи и дель масадж». «Мне не было приказано строить мечети высоким». И поэтому, когда в наше время в Турции вот эти вот мечети и так далее, люди радуются. И потом, то есть смотря на эти мечети, там Софии, как она называется, начинают подобный строить в своих странах, это неправильно. Не забывайте, что это церковь, которая, аль-хамдуля, попала мусульманам, и потом мусульмане из этой церкви переделали, что мечеть просто построили туда минареты. А эта церковь, мечеть, так не строится. Потому что мы видим, высокие мечети строить запрещено. И поэтому пророк Саласам даже, когда описывал, сказал «Аришка, Ариш Муса». То есть он должен быть зданием, как здание Муса. Муса очень высокий человек был, грубо говоря, 2 метра. Если протягивал руку, дотрагивался что-то до потолка. То есть, грубо говоря, 2,50, если у тебя потолок. Ну, главное, в крайнем случае, 2,70 потолок. Выше не делайте. Лучше сделайте, то есть второй, третий этаж, в Аллах Алям, для этого. Также в мечетях у нас пришло, в хадисах разных, в совокупности на них посмотреть, что не должно быть что-то яркое, отвлекающее. То есть украшения на стенах, ковры яркие, стены яркие, на потолках что-то нарисовано и так далее. Все это уподобление церкви, уподобление. Да, раньше в церквях рисовывают что? Иконы. А у нас пишут Аллах, Мухаммад, Расуллах, начинает имена Аллаха красивым вязью писать. Все это запрещено. Но все, что отвлекает, является запретным. Самое хорошее в наше время, Бараклуфикум удивляет, что люди строят себе офисы, такие, знаете, как это называется, вот современный вот этот стиль офисов. Все, стена одним цветом серая, там и так далее, и так далее, и так далее. Все красиво, там черно-белый, черно-серый, и так далее, и так далее, и так далее. И ничего лишнего нет. Что вам мешает, Бараклуфикум, построить в наше время такую мечеть? Ковер таким же цветом, чтобы он был один. А то вот стоит Аллаху Акбар и начинает смотреть, например, на это. Вот так вот. На рисунок пошел, потом на стену же его. Пророк Салаллаху Алисалям, Бараклуфикум, кольцо его, а не кольцо, однажды Пророку Салам одежду подарили, которая его отвлекла от молитвы. Он сказал, верните там, она меня отвлекла от молитвы. Также Мимбар, Бараклуфикум, в этой мечети не должен быть больше трех ступенек в наше время, Аллаху Акбарик, некоторые Мимбар делают это прям. Тренажер. То есть, если ты каждый день будешь подниматься пять раз, все, у спортсмена превратишься. Понятно? Такое Мимбар делают. Спортивный тренажер самый настоящий. Больше трех ступенек. Еще мало этого, Мухалифа из-за этого они прерывают ряд. Они прерывают ряд. Это неправильно, Бараклуфикум. Также, если ты строишь мечеть, то есть обратись к таким инженерам, или как называть, архитекторам, которые тебе построят мечеть так, чтобы столбы, то есть, либо не было столбов в мечети, а в наше время это возможно, либо чтобы столбы стояли так, чтобы не прерывались ряды в мечетях. Чтобы не прерывались ряды в мечетях. То есть, рассчитал так, что вот тут будет есть ковер, ряд первый, второй, третий и так далее, чтобы столбы ни в коем образом не прерывали ряды в мечети. Также запрещено строить мечети на могилах или же рядом с могилами, если они находятся на одном участке. То есть, если нет четкого разделения. То есть, что знать четкого разделения? Смотрите. Если Бараклуфикум у меня дом, и у соседа дом, вот у нас есть четкий забор, это его территория, это моя территория, есть же четкий разделения? А то, что в наше время, особенно в некоторых странах, прямо ты выходишь из мечети, вот так могилы, могилы, могилы. Запрещено Бараклуфикуму, молитва в таких мечетях не действительно. Также запрещено хоронить кого-то в мечети. Также Бараклуфикуму, не должно быть из рафа расточительства, как, допустим, лишнее освещение. Достаточно в мечети поставить 10 лампочек. Зачем туда ставить 100 ламп? Почему? Потому что дома вот привыкли вот эти делать всякие, да, всякие там эти и так далее. Зачем? Или, допустим, вешать какие-то дорогие, например, люстры. Этого не нужно мечети. Мы же сказали, что это расточительство, это то, что отвлекает мусульман Бараклуфикум. Также не нужно, например, освещение наружной части мечети, когда вот эти всякие фонари и так далее. Зачем все это нужно? Все это, наоборот, Бараклуфикум является тем, что отвлекает. Не надо нам уподобляться людям Писания. Также нельзя строить мечети, чтобы хвастаться перед другими. В таких мечетях Бараклуфикум нету добра. Это часть того, что запрещено. Часть того запрещено. И поэтому, когда кто-то выставляет статус сбор мечети и так далее, не торопитесь. Зачем делать то, что гневит Господа Супанаталь? То есть, если этим братьям скажешь, братья, объявляем сбор с правлением Маулида пророк Солосля. Не будем мы на Маулида давать? Брат, это же поминание пророк Солосом. Да не будем. А когда ставят мечеть Победа строят и в нем столько новшеств и так далее, тоже скажи не будем. Лучше вы эти деньги, то есть, если мечеть стоит 100 тысяч, отдайте Бараклуфикум, возьмите, выберите каких-нибудь молодых, грамотных ребят и отправьте их учиться, чтобы они потом приехали и призвали. То есть, сегодня вас сколько человек, кто может на мечеть денег? Вас двое-трое? Вы эти 100 тысяч отдайте этим ребятам, Бараклуфикум, или же содержитесь ребят, пока они учатся, когда они вернутся. Потом они призовут людей, таких как вы станет, 200-300 человек готовых построить мечеть. И уже мало того, что эти молодые ребята, когда вернутся в Бараклуфикум, станут причиной тому, что 200-300 человек появится, которые готовы будут потратить деньги на мечеть, так они еще и научат эти 200-300 человек построить мечеть по сунне пророка Салаллаху, алейхи вассалям. По сунне пророка Салаллаху, алейхи вассалям. Если же говорит человек, брат, вот у нас на притребование там со стороны государства и так далее, там подобное, пророк Салалсам тоже требования были 13 лет в Мекке к мусульманам, правильно? Так что не давали им нам толком намазь читать. Столько раз мы даже читали с вами, пытались убить пророка Салалсам в мечети. Пророк Салалсам не говорил, давайте отдельную мечеть где-нибудь в краешку Мекки и так далее. И жди, пока Всевышний Аллаху смотали облегчает. Занимайся призывом. Занимайся призывом. И сегодня или завтра губернатор твой станет человек из числа Аглесуна и сделает всю, чтобы мечеть в твоем городе была построена по Сунне. И чтобы этих мечетей было много. Чтобы этих мечетей было много в Ара-Кулуфинге. Всегда смотрите вперед, братья. Всегда смотрите на последствия. Сейчас, да, немножко у нас народ такой молодой же, в основном все практикующие. Мало кто думает о будущем и так далее. Взрослых людей, к сожалению, очень-очень мало. И в этом достоинство лаулем азербайджанского джемата. Азербайджанский джемат из всех республик СНГ самый грамотный джемат. Почему? Потому что больше всего взрослых людей аль-сунна именно среди них. То есть, если ты посмотришь, даже в Умри, Баракулуфинге, когда они сидят, 200-300 человек, братьев, машала, и все взрослые, все аксакалы, как это с белой бородой. Поэтому быстрее всего лаулем азербайджанского джемата распространится именно в их республике в Аллаху азербайджанского джемата.